Между тем, убийство российским военнослужащим 57-летней армянки в городе Гюмри бытовым случаем в Армении не считают. Российский военнослужащий все еще не переведен в армянскую тюрьму. Правозащитники Армении продолжают работать в этом направлении, подчеркивая, что военная база находится на территории Армении, и в этом случае должно применяться армянское законодательство. При этом в Гюмри состоялась очередная антироссийская акция. А провели ее 12 января, в четвертую годовщину убийства Валерием Пермяковым, опять же российским военнослужащим, семьи Аветисянов. Несмотря на призывы российской стороны не политизировать ситуацию, граждане Армении, напротив, делают акцент на том, что русские убивают армян и российской военной базе на территории Армянской республики не место. Официальный реван с четкой однозначной позицией по этому вопросу так и не выступил. Хотя, казалось бы, именно Россия на протяжении многих лет обеспечивает безопасность Армении, а также помогает ей в экономическом плане, отмечают политологи и эксперты. С учетом того, что в случае с убийством в Караганде армяне просят вопрос не политизировать, то в ситуации с Гюмри они, напротив, себе противоречат, заявил итогом недели российский эксперт в области геополитики Андрей Иванов. Был митинг у российского посольства и приняли даже такую весьма резкую резолюцию, где называют российскую военную базу чуть ли не оплотом террористической опасности для армянского общества. И вот использование различных, по большому счету, бытовых, действительно страшных, но, подчеркну, бытовых преступлений для политики крайне нежелательно для народов, конечно, постсоветского пространства, но используется как повод для того, чтобы набрать политические очки. И вот здесь важно сказать, какие политические очки пытаются набрать на этих неприятных, действительно, инцидентах. В Армении сторонники, так сказать, подхода, что надо порвать отношения с Россией, пытаются набрать политические очки. Они при этом не предлагают, что самое главное, никакой позитивной программы действий. Они говорят, давайте выйдем из СНГ, из Евразийского экономического союза, из ОДКБ, и в дальнейшем будем развиваться, так сказать, сами. Но Армения сегодня по своим географическому положению, потому что имеет непростые отношения со своими соседями, по скудости природных ресурсов страны и современного состояния экономики довольно слабой в Армении, Армения в одиночку выжить просто не способна. Поэтому, когда начинают использовать любой повод для того, чтобы ухудшить отношения с Россией, то неизбежно встает вопрос, а с кем Армения собралась дружить? Если со странами Запада, то тут же возникает вопрос против кого? Против России. То есть Армения может стать центром серьезной напряженности на всем Южном Кавказе, во всем регионе. И это не тот сценарий, который действительно выгоден и нужен народам.